Всем привет! С вами Андрей Ильенко и это тестовый выпуск новостей из Китая. Если вы следите за мной в Телеграме и в Фейсбуке, то вы видите, что каждую неделю я делаю компиляцию самых полезных, интересных новостей о Китае. В основном именно в сфере бизнеса и то, что вы можете, скажем так, применить для себя, то, что полезно может быть для бизнесменов. И я решил попробовать такой тестовый новый формат, когда я буду читать эти новости в видео. Возможно, вам также интересны мои комментарии по поводу новостей, не только факты. Очень важна ваша обратная связь. Пожалуйста, пишите комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, что можно улучшить, что будет интересно сделать. Потому что я немножко экспериментирую с форматами, естественно. То есть хочу найти удобный, интересный и полезный для всех. Итак, новость первая. Многим не понравилась Кантонская ярмарка, которая прошла в формате онлайн. Вообще, первый раз за всю историю выставки 127-я Кантонская ярмарка прошла в формате онлайн. То есть она была, фактически проходила тоже в Гуанчжоу, в том же выставочном комплексе, но в онлайн формате. В этот раз в ней приняли участие 25 тысяч компаний. Хотя в прошлом году, например, их было более 60 тысяч. То есть более чем в 2,5 раза количество участников уменьшилось. Пишет, что покупатели-участники были недовольны недостатком живого общения с продавцами. И отметили, что многие использовали не настоящее изображение и фото товаров. И один покупатель сравнил онлайн-выставку с интернет-магазином Alibaba. В принципе, что и требовалось доказать. Ну, как бы опасения у всех были примерно такие же. То есть чем будет отличаться Кантон, где можно походить вживую, пообщаться, пощупать, потрогать товар. И понять качество сборки, качество материалов. Либо Alibaba, где она всегда работает. Все поставщики эти же там есть. И вы можете точно так же работать с ними. Скажем так, отличия небольшие получились. Потому что, ну, я тоже заходил несколько раз, смотрел презентации. Все очень-очень, как бы, скудно. Еще, ну, китайцы сами не знают, как себя вести. Было иногда смешно, иногда за них, как бы, немножко стыдно. На самом деле, как бы, конечно, мы ждем открытия границ и Кантонской ярмарки в нормальном формате уже этой осенью. Очень, по крайней мере, на это надеюсь. Следующая новость связана с COVID-19 в Пекине. На прошлой неделе была вспышка. Было обнаружено 256 новых случаев. То есть это было внезапно даже очень для самого Китая, где они полностью практически уже излечились. Уже не было почти вообще новых случаев. Привозные, тем более, случаи. А тут внезапно вспышку COVID-19 в Пекине удалось в целом сдержать. Об этом сообщил представитель муниципального правительства. И отмечается, что ситуация в столице сложная. Так как есть определенные кластеры заболевших. Все они находятся в районе оптового рынка Синьфоди. Но мы знаем, что китайцы, как бы, очень четенько работают в этой ситуации. То есть отслеживают и по номеру телефона, и по геолокации. И, естественно, есть коды здоровья. Есть все люди, которые контактировали. То есть этих людей быстренько всех нашли, изолировали, проверили. В принципе, вспышку удалось сдержать. Несмотря на это, это очень сильно повлияло, например, на требования к ввозимым продуктам, к лососю и говядине, например, к мясу. То есть Китай начал, как бы, по сути, бойкотировать иностранные везенные сырые продукты. На фоне того, что именно в лососе была найдена коронавирусная инфекция. Следующая новость тоже касается коронавируса. Китайская вакцина от COVID-19 первой начала третью стадию клинических испытаний за границей. Вакцину сейчас испытывают в Объединенных Арабских Эмиратах. Она была разработана компанией Sinopharm. Пишут, что пробная вакцина не вызвала у пациентов каких-либо серьезных побочных эффектов на первых двух этапах. И ранее более тысячи сотрудников Sinopharm получили вакцину добровольно. И результаты показали, что она безопасна и эффективна. Что интересно, сейчас, например, вот параллельно там Штаты, Европа, Китай, все они стараются изобрести, естественно, вакцину от COVID-19. И у Китая тут, как бы, даже немножко худшие условия, потому что намного меньше сейчас зараженных Штатов, Европа. У них есть большее количество испытуемых, на которых они могут ее тестировать. Тем не менее, Китай вот сейчас в третьей фазе уже тестирования вакцины. Очень надеемся, что в этом году она будет уже доступна для широких масс. И, наконец-то, мы уже преодолеем эту эпидемию, пандемию. На фоне непростой такой ситуации с COVID, с пандемией в мире, далеко не всем странам удается сдержать свои эмоции. И вот, например, президент США Дональд Трамп снова высказался насчет Китая. Он назвал в одном из своих выступлений в городе Талса, в штате Оклахома, он назвал COVID-19 кунг-флю. То есть, он перефразировал кунг-фу, слово флю английское, да, то есть, грипп. Тоже немножко в сторону Китая. То есть, он до этого говорил, что это китайский вирус. И сейчас еще больше. Такие нападки, эмоциональные такие вбросы делают в сторону разжигания, конечно, на самом деле, американско-китайских вот таких вот неприятных отношений. И это, конечно, ему чести не делает, и на самом деле, очень некрасиво для первого лица государства вообще такое делать. Следующая новость. Пекин заявил о подготовке к отключению от долларовой платежной системы. Вот это продолжается противоборство между штатами и Пекином. Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и системы межбанковских электронных клиринговых расчетов ЧИПС. Об этом заявил заместитель председателя комитета по контролю ценными бумагами КНР Фан Синьхай. По факту, ну и мы все знаем, что все практически платежи, которые сейчас осуществляются с Китаем, они проходят через систему SWIFT. То есть все обеспечены также и получается долларом. То есть через доллары, ну частично уже идет, естественно, товароборот и платежи через юани. Но если действительно Китай как бы отключится от SWIFT, то это, конечно, сильно может ударить по американской валюте, потому что она будет менее востребована. И это тоже очередной такой политический и экономический шаг со стороны Китая, чтобы показать свои как бы мускулы, свои силы, ну и которые, естественно, тоже на всех тоже окажут влияние. Отметился на этой неделе Павел Дуров в связи с тем, что Роскомнадзор разблокировал наконец-то Телеграм в России. Мы этому очень рады, поздравляем его. Естественно, в Телеграме написал большой пост, где нацелил участников цифрового сопротивления, как он его назвал, на Иран и Китай. Цитата. Движение цифрового сопротивления не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Это только начало. Оно становится глобальным. Антицензурные ресурсы, имеется в виду страны, которые запрещают различные сервисы, которые помогают пользователям оставаться анонимными. После того, как мессенджер разблокировали в России, необходимо направить в другие места, где Телеграм по-прежнему запрещен правительствами, в такие как Иран и Китай. То есть он предупредил о том, что политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, поэтому нужно быть готовым к новым вызовам. Все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность. В принципе, так оно и есть. То в России, то в Украине, то в других странах. То есть, опять же, Индия сейчас подключается тоже там насчет китайских приложений. Грозятся заблокировать. Таким действительно крупным игрокам, как тот же Телеграм, Facebook и Google, им тоже нужно реагировать. И они ищут свои методы. Тем не менее, в Китае все пользуются VPN и обходят успешно все эти блоки. Китайский Firewall и пользуются непосредственно всеми сервисами, которые люди хотят. Мы все знаем, что все приложения, которые в Китае работают, все они делятся, по сути, данными с китайским правительством. А какого хрена? Китай завершил создание своей системы глобального позиционирования. 23 июня в 9.43 по пекинскому времени с космодрома Сычхан в провинции Сычуань на юго-западе страны запустили последний спутник навигационной системы Beidou. 55-й по счету спутник вывели в космос с помощью ракеты-носителя Чханчжэн-3Б. Beidou стала четвертой системой глобального позиционирования наряду с российской GLONASS, американской GPS и европейской Galileo. Не знал на самом деле, что их так много. Все знают, в основном, на самом деле, только GPS. Но Китай теперь сделал еще свою. КНР начала создавать систему глобального позиционирования еще в 2000 году. То есть 20 лет это длилось и в этом году завершилось. С декабря 2012-го она уже начала предоставлять услуги в АТР, а с 2018-го в глобальном масштабе. Ну все, теперь Китай еще и независимый в этом плане. То есть есть своя система глобального позиционирования, которая помогает, например, морякам в море позиционироваться. GPS, та же связь есть везде, в любых точках Земли. Теперь в Китае есть автономная связь. Это, по сути, одна из составляющих национальной безопасности. Теперь Китай в этом плане автономный тоже. Тут, что можно сказать, гордость какая-то за Китай. Наверное, молодцы, они крутые. 20 лет и, наконец, закончили. Есть еще, оказывается, теперь такая сеть, которая конкурирует с GPS и другими сетями мировых лидеров. У Китая теперь она своя. В Пекине открыли первый ларек для проведения тестов на коронавирус. Врач в нем максимально защищен, находится в кондиционируемом помещении. Но это не китайское изобретение. Ранее такие точки были замечены в других странах, например, в Корее. Выглядит очень забавно. Как бы вынужденные меры. И это работает, потому что в Пекине провели огромное количество вот таких вот быстрых тестов на COVID-19. Возможно, такие вот ларьки будут востребованы где-то в других странах. Но надеюсь, что, конечно, таких вспышек больше нигде не будет. Также те, кто работает с поставщиками, заметили, что, возможно, вот в пятницу, в четверг вам китайцы уже перестали отвечать. И если вы не интересуетесь китайскими праздниками, то, возможно, вы не знали, что у китайцев праздник и национальные выходные в честь праздника Туан-У, то, что называется фестиваль драконьих лодок. В этот день все гоняют на драконьих лодках, соревнуются. Все едят дзонзы. Это липкий рис с мясом в бамбуковых листьях. Такой, как бы, вариант китайских, я не знаю, там, голубцов. В принципе, это хороший праздник. Такой веселый, интересный, самобытный. Китайцы вышли вот в работу буквально сегодня. Вот выходные они тоже работают и пишут письма, отвечают. Будьте к этому готовы. Новость от Женьмин Жибао. Они пишут о том, что пандемия вызвала бум продаж китайских велосипедов в мире. На самом деле в мире практически, ну, большая часть велосипедов, они китайские. Несмотря на то, что они там в Штатах или в Европе, допустим. Чаще всего производятся, заказываются в Китае. Об этом я убедился, еще посетив в прошлом году, позапрошлом году, крупнейшую выставку в Шанхае China Cycle, где Европа, Штаты, все заказывают китайские велосипеды и ввозят запчасти, собирают у себя, потому что беспошлиный ввоз именно запчастей, а продукт вроде бы как производится на территории своей страны. Тем не менее, большинство великов все равно делается в Китае. По данным AliExpress, в мае этого года продажи велосипедов на испанском рынке выросли более чем в 22 раза, а на рынках Италии и Великобритании примерно в 4 раза. По данным итальянского сайта Veneto Economics, примерно половина продаваемых в Италии велосипедов китайского производства. К росту продаж велосипедов, оказывается, привела не только экологическая политика многих стран Европы, но и то, что они выдают субсидии на покупку велосипедов и поощряют таким образом езду на великах. Так, например, правительство Италии компенсирует гражданам 60% цены купленных велосипедов и максимальный лимит такой субсидии 500 евро. На самом деле это очень выгодно, естественно, заказываешь в Китае велик, тебе компенсируют больше половины стоимости, еще и субсидируют, и катайся себе, действительно, никакой общественный транспорт не нужен. В Европе это отлично работает. Но на самом деле рынок велосипедов Китая очень крутой, интересный и, наверное, самый первый в мире. Не только за счет общей статистики и количества заказов, не только на Китай, но и на другие страны, а также за счет, например, велосипедного шеринга, потому что есть огромные компании Офа, Мобайк и многие другие, которые постоянно конкурируют между собой за клиента. Эволюция велосипедов, она движется очень быстро. Кто, как не Китай, действительно будет лидером велосипедного рынка, потому что у них и потребителей-то, в принципе, больше всех. Новая фишка появилась в WeChat, новая функция, которая называется Hi-e-Phi, ну то есть, как бы такой толчок локтем своего собеседника, появилась в новой, самой последней версии 7.0.13 китайского мессенджера WeChat. Как работает эта функция? У человека, когда вы толкаете его, по сути, локтем, да, notch по-английски, у него трясется экран приложения, вообще, в принципе, даже другого, не только WeChat-овского. Эта функция, на самом деле, довольно древняя. Я думаю, многие помнят мессенджер QQ, и там она тоже была отлично реализована, и это была, наверное, одна из самых забавных, самых применимых функций, когда ты, вот, если человек, например, тебе долго не отвечает, пишут там, ты здесь, там нет займа, а можно пнуть локтем, и у человека просто затрясет свой экран, он поймет, что его где-то очень хотят видеть, чтобы он там прочитал сообщение, ответил. Вот, это немножко такое нарушение, как бы, прав твоих личных, да, то есть, но с другой стороны, это очень прикольно и классно работает. И, оказывается, еще что интересно, тут можно самому себе тоже сделать такую толчок локтем, и у тебя у самого будет напоминание работать. И последняя на сегодня функция, она о том, что в Шанхае успешно протестировали ходовую часть Маглева, способного развивать скорость 600 км в час. Мы знаем, что в Шанхае есть Маглев из аэропорта, почти, ну, все, наверное, на нем катались, и это было уже, там, десятилетиями. Он работает еще первый раз, я когда прилетел в Шанхае более 10 лет назад, и он уже был. Все поезда в Китае стали такими же быстрыми, то есть, там, 300-400 км в час уже не удивишь, но 600, это, конечно, круто. Ожидается, что время в пути от Пекина до Шанхая займет не более 2,5 часов. Это, конечно, крутая новость, это действительно респект Китаю, и ждем, конечно, таких поездов уже по всему Китаю, ну, как минимум из Пекина и Шанхая в Гуанчжоу и Шенчжень. Ну что, друзья, это был тестовый первый выпуск новостей из Китая. Я надеюсь, что вам было полезно, что вам было интересно. Обязательно пишите комментарии, я буду прислушиваться к вашим мнениям и адаптировать, улучшать формат подачи, насколько вам интересны эти новости, насколько вам заходит такой формат. Если вам было интересно, если было полезно, то обязательно ставьте лайк, ставьте колокольчик и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Все, пока-пока, до следующих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok